Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Для всех, кто еще сомневается, сразу скажу, что это не обычный туман и не ярмарочные фокусы Скорее всего, мы имеем дело с проклятием крови Хорошая новость в том, что Хенсельд и его армия на некоторое время задержаны мглой Облако призрачной мглы будет расти и сможет даже поглотить Верген Кроме того, из него могут выходить призраки Этим займемся я и ведьма Геральт из Ривии Убийца короля? Который, вопреки досужим сплетням, короля не убивал Чтобы снять проклятие, нам потребуются символы войны Предметы, которые принадлежали павшим в битве У Хенсельда пять тысяч солдат Это значит пятеро на одного Что вы об этом думаете? Сюда бы полк тяжелых лирийских лучников У нас есть кое-что получше Эльфы Йорбита Скоэтаэли Сюда бы полк тяжелых лирийских лучников Это яд Она умирает Ты знаешь, что это за яд? Тауматор В народе известный как Маченик У него очень дурная слава Что мы можем сделать? Для лечения потребуются травы, магия и кровь Я имею в виду кровь королей Что с битвой призраков? Сначала я укреплю заклятия, которые поддерживают жизнь Саски Потом займемся духами В принципе, ты мог бы сам заняться призрачной мглой Поговори с местными о битве Может, разузнаешь что-нибудь полезное? Души солдат — это ключ, зацепка Если бы удалось изменить ход битвы Для этого и нужны символы войны, которые принадлежали павшим в битве Ненависть, смерть, отвага и вера Все предметы должны быть магически активны И связаны с павшими в битве Иначе их души не притянешь Хорошо, попробую их найти Ты должен будешь пережить битву А в определенный момент изменить ее ход Не знаю точно, что тогда случится Никто не знает Ясно Пойду искать артефакты Могу я забрать знамя? Зачем оно тебе? Оно поможет снять проклятие? Мне нет дела до проклятий Оно не дает Хенсельту прийти сюда Единорог вернулся? Он стоит у ворот Вергена Благодаря тебе король сможет отомстить за бурую Харуквь Знамя лежит в саркофаге Возьми его Там же лежит меч полковника Гондора Он может тебе пригодиться Спасибо Я знал Холера, я знал, что это ты Когда во мгле что-то зашевелилось, я так ребятам и сказал Это Геральт из Ривии, не будь я верно на мраше Где-то здесь должна быть Трис Все ищешь свою чародейку Если бы она тут появилась, я бы об этом знал Она должна быть где-то здесь Ее следы почувствовала Филиппа Эйльхарт Я вижу, ты перезнакомился со всей ложей Их ты тоже бросишь, когда припечет? Я не твой солдат, Роше Я тебя не предавал Я этого и не говорил Но подумал Ты и твои люди против всего мира Значит, смерть Фольтеста тебя больше не интересует Убийца похитил Трис, если помнишь Помоги мне найти ее, я обещаю Я сдержу слово, которое дал в подземельях лавалетов Если и девки, и чудовища тебя уже достали На востоке есть тропинка, которая ведет к реке Там солдатская столовая Оттуда придется тайком пробираться через весь лагерь Спасибо, Роше Будешь должен Я надеялся, что мы больше не увидимся Трис Миригольд похитили Чародейку, советницу Фольтеста Я слышал, что она в Вергене Мне предстоит долгая дорога в Лок-Муинь Советы Капитул ждут А Трис Миригольд, как всегда, появится в последнюю минуту В смысле? Фигурка Нужно носить ее при себе Что это значит? Прежде чем вы умрете, Геральт Не могли бы вы объяснить, каким образом эта фигурка попала к вам? Если с ней что-нибудь сделается, я найду любого, даже в Нильфке Арде Трис поможет нам покарать изменницу империи Я не знаю, убили вы Тарвика или нашли его мертвым Это не важно Я предпочел бы не отправлять на смерть того, кого одарил милостью сам император Но, к моему величайшему сожалению, у меня нет выбора Вангемар, когда вы с ним закончите, передай Сэнти и мои поздравления Обвести Филиппу Эльхард вокруг пальца большое искусство Обвести Филиппу Эльхард Кто ты? Ты пришел меня убить? Я пришел за твоей кровью Ты пришел ко мне как вор и хочешь моей крови? Попробуй ее взять Спокойно, ваше величество Мне нужна только капля Ты о чем? Ты что, знаешь как снять туман? Знаю Ты получишь мою кровь Но обещай, что разгонишь мглу Вот тебе мое слово, король Зараза Как я была глупа Смотри, смотри, ведьмак Нильгардская дешевка обманула Филиппу Эльхард Я ее найду А потом мы потешимся так, как никогда прежде Она пожалеет, что ее мать не сделала аборт Мы остались без розы памяти Не обязательно Эта змея Цинтия так спешила, что бросила все свои безделушки А среди них... Так и есть Среди них роза памяти Трис Мерригольд Теперь дело за тобой Все ингредиенты для Саски у меня есть Тогда приступим Зачем ты мне помогаешь? Я ведьмак Проклятие — это моя работа Я поняла Тот самый нейтралитет И это тоже Кроме того, я просто не верю в революцию Я совершенно уверен Ни одна идея не стоит жизни Понимаю Я готов снять проклятие Все артефакты у меня Тогда за дело Мне понадобится твоя помощь, Чародейка Я должен найти подходящие души Они сами тебя найдут Их притянет аура артефактов Впусти в себя их мысли, их слова, их волю И ты поймешь, что делать Гераль, есть кое-что еще Я сканировала поле битвы и наткнулась на душу Дома Правителя Он отличается от других Он изменился Драук Этого я и боялся Да Удачи, Ведьмак Ты меня подвел Кто ты? Я твой кошмар Сидел бы лучше дома, Авандер Крифт Проклятые маги Обидно умирает после такой победы Он ей что против Чародейка делает? Прекратите это! Наши люди гибнут! Это убийство! Спаси нас, Государь! Самрино, это твоих рук дело? Государь, битва была проиграна Ты опозорила меня перед Димовендом Его бойцы сражались до конца, как подобает людям чести Я приговариваю тебя к смерти, Сабрино Глевисик Ты будешь сожжена на костре Я еще вернусь сюда и возьму свое Сняв проклятие, я поставил под удар Эйдирн и помог Хенсетту Но у меня не было выхода Иногда, чтобы спасти человека, приходится ампутировать ему ногу Пора закончить эту войну Давно пора Золтан и Яркен собирают войска Они ждут тебя Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Йоргит, вот что значит вовремя Надо признать, белки умеют эффектно появляться Государь, какие будут приказания? Мы сдаемся Ты победила А победители диктуют условия Дашь клятву и уйдешь с миром А кто тут с кем ведет переговоры? Я и Филиппа Эйльхарт говорим одним голосом Осторожней с чародейками Они частенько забывают свое место Филиппа, мой советник Мы ждем твоего решения, король Я, король Хенсельд, владыка Каэдвена В присутствии свидетелей клянусь Что отступлю от границ Айдирна И признаю государство в долине Понтора Под властью Саския из Вергена И клянусь выплатить контрибуцию Размер которой будет определен на переговорах Лок Муинни Не нравится мне это Что? Саския Я ее хорошо знаю Она никогда такой не была У нее взгляд, как после Физштиха Уверяю тебя, она к нему не притронется Идем за ними Пропали Это телепорт Обыщем дом Филиппы Она спешила Может, забыла что-нибудь Йорвет, сюда У меня кое-что есть Что это? Книга эликсиров Сейчас не до книжек Чародейки строго охраняют секреты подобных книг Видно, не слишком строго, если она ее оставила Она спешит Рядом с описанием яда обычно дается рецепт противоядия Я и так помню ингредиенты Королевская кровь, бессмертник Драконий сон и лепестки розы памяти В этой книге о розе памяти ничего не сказано Она говорила, что роза памяти в сочетании с бессмертником исцеляет разум А если она лгала Может, не лечит, а изменяет сознание? Филиппа передала ей цветок через поцелуй Символ любви и утраты К чему ты клонишь? Я думаю, что Филиппа подчинила себе разум Саски Добавив розу к противоядию Убью, суку У Филиппа есть магия и ручной дракон Теперь ей есть, что сказать на переговорах Чего она добивается? Это мы узнаем только в Локмуине Значит, отправляемся, Гвинблэйд Гвинблэйд Шаала де Тансервиль С самого начала я был уверен, что она скрывает страшную тайну Понятно, что после упразднения Совета и Капитула Чародеи потеряли всякий страх Но убийство короля Зачем все это? Что происходит? Похоже, ответы на все эти вопросы скрывались в Локмуине Древнем городе Вранов Цивилизации, сгинувшей во мраке истории давным-давно Вы верно спросите Отчего ты сам не отправился в Локмуине, мастер-лютик? Верген был свободен Но слишком легко свобода ускользает из рук Если в народе не находятся те, кто сможет указать верный путь Посему я остался в долине Понтера Ибо таково мое предназначение Стоять на страже молодой свободы Кто знает, может из меня выйдет пророк Все же, не слагая себе ответственность за судьбы Севера Я отправил в Локмуине своего верного друга Геральта из Ривии Я уже упоминал, сколь брезгует он политикой Наконец-то он мог сполна выразить свое презрение Геральта из Ривии Тресь Мюри Гольд До недавнего времени советница короля Фольтеста Артефактная компрессия Сложное заклинание Она жива? Жизненные функции замедлены Но это поправимо Это очень трудно Ты справилась с порталом между Локмуине и Нильфгардом Справишься и с этой фигуркой Отойдите Я не знаю, как ее тело перенесет декомпрессию Никаких пентаграмм Свечей Крови невинных младенцев Сразу видно, что ты ничего не смыслишь в магии, посол Но это не страшно Она нужна нам живая, Серая Поэтому убеди, что ее тело хорошо перенесет декомпрессию Я сделаю все, что в моих силах Но чтобы прийти в себя, ей наверняка потребуется некоторое время КОНЕЦ Как тебя зовут? Как твое имя? Триса Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, всем большой привет, меня зовут Иван, вы на канале Фолиота Не будем терять времени, друзья мои, стартует третья глава и на нас нападают сразу же Гарпии, да Рад вас поприветствовать еще раз за просмотром прохожденца Геральта из Вивии, Ведьмак 2, Убийца Королей, друзья мои, да, повторяюсь, это заключительная глава в этой игре За путь Йорлита, скажем так И может быть увидят падение третьей, это эльфы уничтожили вранов Тут очень много болтовни, поэтому иногда меня будут перебивать, но я и буду стараться не вклиниваться Очень красивый перевал горный, по которому мы сейчас идем с Йорлитом Сыпет снег Нападают у нас горгульи Геральт это все дело вырезает И великолепный вид с кавалькадой дикой охоты Да, по небу движется с севера на юг, если мне память не изменяет Значит мы идем относительно на север Это не удивительно, раз снега и метель такая, ну метель, конечно, горам присуща Вот, но все равно виды великолепнейшие, просто вашему взору здесь предстают Предстают, хорошо сказал, ну ладно, так или иначе Это здорово смотрится, древний город Вранов, цивилизация, которая была здесь, существовала много веков назад Так называемые ящеры, ну они во всяком случае были ящерами По этим Вранам я толком сказать ничего не смогу, потому что не знаю о них Ну, возможно, я надеюсь, что какую-то информацию мы здесь сможем собрать, пребывая в этой главе Нас ожидает интереснейшая развязка И это будет очень сложно мне вам все продемонстрировать во всех ее прекрасах Прекрасах, тоже хорошее слово Ну, здесь несколько выборов нам предстоит сделать И я очень хочу попробовать продемонстрировать вам это все дело Во всем великолепии, со всеми возможностями, со всеми последствиями, скажем так Займет это изрядное количество времени Вот сейчас у меня, к сожалению, не получается так часто выкладывать видео, как хотелось бы Но я стараюсь изо всех сил Надеюсь, что вам это все нравится И мы продолжаем, продолжаем играть в Ведьмака Геральта В великолепную игру Нас еще впереди много всего интересного ждет Нас ждет еще третий Ведьмак, конечно же Но для третьего Ведьмака еще не скоро Нам еще предстоит пройти путь Роше Да, тут будут тоже свои последствия Свои интересные развития событий Вот пока что сейчас мне удается Ну, Гарпий, в принципе, не самый сложный противник Мне удается их достаточно легко вырезать И просто я не могу перестать любоваться этими великолепными пейзажами и видами Которые разработчики и художники этой игры нам демонстрируют Это правда действительно великолепное зрелище Спустя уже, наверное, лет 8, если не больше С момента выхода этой игры прошло А игрушка все так же поражает Конечно же, где-то устаревшая она смотрится уже Но так или иначе, намного-намного переплевывает она свое время И даже сегодня Когда технологии должны были бы уже уйти далеко вперед Ненамного-то они далеко вперед и ушли Судя по тому, как умудряется меня удивлять картинка Из игры восьмилетней-девятилетней давности Друзья мои Ладно, сейчас мы подходим с Юрветом к одному отрезку интересному Где нам предстоит сделать небольшой выбор Каким путем отправиться И нас точно так же будут ожидать разные последствия Впереди нас, видите, ожидает компания Нильфгарда Из Нильфгарда Стоящей из воинов В черных доспехах Или это Нильфгард? Нет, это, по-моему, реданцы Да, это Редания Рыслы Пылающей Розы Интересно, кого они представляют Того, кто им заплатил Кто их мог пригласить? Родовид Теперь орденская падаль начнет разжигать костры под риданским флагом Особенно им нравится жечь чародеек По крайней мере, так говорят Родовид Родовид видел, что орден сделал с Вазимой Он видел помешательство прежнего великого магистра У короля должен быть очень веский повод, чтобы призвать их к себе Все ясно Ему потребовался кнут против Филиппы Эйльхарт Они разбили лагерь за пределами города Значит, они здесь неофициально Приехали на рыбалку? Может, они не хотят привлекать лишнее внимание? Эйльхарт держит дракона за пазухой Король Родовид призвал рыцарей ордена Добавь к этому еще Шиалу и Хенсельта Интересные получаются мирные переговоры Не нужно, чтобы они тебя видели Знаю Для них хороший эльф – мертвый эльф Нет, не поэтому Потому что ты Йорвид Я попробую пробраться в город через пещеры И тебе тоже советую Рыцари ордена наверняка знают, что я в розыске Ты знаешь другой путь? Здесь неподалеку есть пещера В Лок-Муине ведет много дорог Если Родовид взял сюда рыцарей ордена Остальные должно быть тоже приехали при охране В городе наверняка полно солдат Все сидят вооруженные до зубов, словно на бочке с маслом И ждут, с какой стороны проскочит искра Но это дает нам шанс Если правители наглухо закрылись в лагерях То передвигаться по городу между ними можно сравнительно безопасно Пойдем, пока нас не заметили Да, друзья мои Здесь мы можем сейчас совершить наш проход двумя путями То есть пройти через Реданцев Или же послушать Йорвито и отправиться сквозь пещеры Где нас тоже, в принципе, ожидают приключения Что я вам рекомендую и, собственно, сделать Сам я не пробовал других путей Поэтому не могу сказать точно, что там будет происходить Если мы пойдем напрямую перебив всех Возможно, тоже возымеет какие-то последствия Напишите, кстати, в комментариях Если кто-то делал по-другому Я вам демонстрирую наиболее оптимальные варианты прохождения Такие, которые, скажем так Ну, во всяком случае, которыми я воспользовался бы сам Я, собственно, сам ими и пользуюсь Вот, и поэтому прошу вас, кто досконально Кто, возможно, является фанатом прям этой игры Которая ее просто прошел от нитки до нитки Расскажите А это Головоглаз Нет, не забыл Я помню, как я с ним сражался Вместе с Золтаном Хиваем Да-да-да Ничего такого опасного она из себя не представляет Более того, мы встречали ее на подходах к лагерю коэдвенцев Когда пробирались точно так же через пещеры Выполняя квеста с кровью короля И сейчас сразимся Дряги, в принципе, из себя ничего такого тоже не представляют Касательно нашего здоровья Но иногда, в принципе, могут неприятности доставить Лучше поаккуратней с ними все-таки Сражаться Но в моем обмунировании с моим оружием Я повторюсь, ничего такого они Противопоставить нам не могут Геральту Поэтому спокойненько Перебьем их сейчас Соберем лутецкие, которые они оставляют И займемся Головоглазом Благо он не прибежал на всеобщий этот самый Почему-то обычно Я, кстати, несколько раз здесь переигрывал И они вместе с Головоглазом на нас нападали Посмотрим, что Геральту может с этим сделать Но лучше, конечно, не это самое Убить они его не могут Ах ты, зараза Все-таки он меня в момент прыжка подцепил Видите, он тоже умеет разгоняться Есть еще похожий враг Типа Головоглаза Это королева Эндриак Мы с ними еще встретимся На удивление на мое Потому что я Ну Не потому что я А я просто думал, что Мы уже с ними закончили Своё знакомство в лесах Флодзама Но нет Не закончили Мы Ну их, правда, немного встретится Но так или иначе предстоит Еще не скоро Через пару-тройку частей, возможно Посмотрим, как все будет развиваться В принципе, третья глава не такая длинная Как первая, вторая и пролог Но Поскольку я хочу вам продемонстрировать Все красоты Здешние, как минимум И все возможности прохождения То это займет у нас время Поэтому, друзья мои Приготовьтесь Усаживайтесь Как говорится, поудобнее И Наслаждайтесь полетом Потому что это интересно Ведьмак 2 Интереснейшая игра Разработчики Ну, я об этом, конечно же, еще поговорю Разработчики себе не изменяют Они очень преподносят Это все дело качественно Очень интересно за этим Наблюдать за процессом За развитием сюжета За развитием сайдквестов О, серебряная руда нашлась Хорошо Это пригодится Еще Хотя, в принципе, я уже себе Подкопил Все необходимое для создания Брони Братобойца Хотя Скажем так Сковать я смогу ее недолго Потому что нам Понадобится Такой ингредиент Как чешуя дракона А он здесь Может добыть только В двух случаях В одном из них Нам надо будет По сюжетному квесту Отправиться К Филиппе Эльхард А во втором Нам надо будет Завершить задание Которое Связано с Квестом Который я вам Демонстрировал Во второй главе Такой незаметный Квест Когда я выходил Из лагеря Кайдвенцев Я Набрел на хижину Такую На берегу Там И Фузарец в подвал С письмом Но это еще нам предстоит Развитие Этого всего Не сильно Он не сложный Квест Состоящий из загадок Когда-то в ней было полно зверя А теперь она мертва Через нее в город приехали королевские посольства Знаю Поэтому мы ее и обошли Так что убило Вранов? Шли годы Климат менялся Становилось холоднее И еды у Вранов оставалось все меньше Их охотники Начали спускаться в долину Где уже появились первые люди А вместе с ними Дизентерия Тим Воспаление легких Враны начали болеть Еще одна порция гарпий Способ второй По поводу я имею ввиду Чешуи дракона Он не очевидный Потому что Нам предстоит Надо будет кое-кого убить Но об этом я тоже поговорю чуть позже Пока не будем раскрывать всех карт Скоро все увидите Квест я обязательно довыполню Он Его очень легко пропустить Если вы играете на пути Йорвито Кстати говоря Ну я уже об этом говорил Йорвито Очень много болтает Но это интересно Вроде эльфских Но становилось все холоднее И большую часть года Каналы были во льду Хорошая В каждой главе Хорошая такая преамбула Хорошее такое предисловие Когда надо куда-то идти Во флотзе мы тоже пребывали С боем Скажем так На нас нападал Сам Йорвито Собственно Айон Сейтхе Отстроили его Вернули этому месту Прежнюю красоту А через много лет Пришли люди Маршал Раупеннек Доказал Что его армия Смертоноснее любой болезни Он напал ночью И перебил всех жителей города Большинство семей Погибли в своих домах Пожары продолжались Несколько дней Огонь дракона Может превратить город В пылающий склеп Гораздо быстрее Чем поджигатели Раупеннека Филиппа получила Власть над Саски И теперь пойдет на все Мы должны спешить И мы спешим Друзья мои Но перед тем Как продолжить наш путь Нужно завернуть направо Здесь есть один интересный момент Да, такой уступчик небольшой На который мы можем взойти И улучшить себе Знак АААРТ Знак АААРТ Это тот самый Который отбрасывает врагов Он превращается у нас В морозный То же самое мы делали Во Флотземе Когда я улучшил себе Знак Квен Который превратился в огненный Обряды Медиенваерне После Медиенваерне Сиричь земного Состояния Дни становятся все длиннее Эльфа верит Что Медиенваерне Означает Начало нового цикла Означает Начало нового цикла Светило Постепенно набирается сил А все сущее Как бы заново родится В этот день воздвигают Святилища зимы И радуются возвращению Света и жизни И равным образом Слово Словят Зиму Ибо смерть и возрождение Есть две стороны Одной монеты Рядом со святилищами зимы Особенно сильна магия Смерти и стужа В таких местах Зловредные ведьмы Насылают на деревню Заморозки И портят урожай Богомерзкие ведьмаки Склоняются перед святилищами Чтобы почтить зиму И укрепить Ведьмачьи знаки Да Именно этим мы сейчас И заняли Собственно Очень такой Витьеватый Какой-то текст Такими Прям написанными Словами Высоколитературными Высокопарными Скажем так Ну ладно Ничего страшного Надеюсь Что я Не особо сильно Стараюсь Не запинаться Потому что Иногда вот такие Вот слова Которые Не в обиходе В нынешнем Независимо от Вашей начитанности Иногда они Все-таки Язычок-то Подрезают Тяжеловато Справляться Так Давайте мы сейчас Потратим Один талант Который у нас есть Например Так Адреналин При интоксикации Этот у нас Уже прокачан На максимум Тут каждый Каждый перк Можно два раза прокачать Я вам напоминаю И я прям Честно говоря Даже не знаю Может быть Знак Арт Как раз таки Нам улучшить Коль уж мы сейчас Его Нашли Улучшение В принципе Можно улучшать И вихрь боя И чувство боя Бессмертный Здоровье И снижение урона Здоровье Плюс 150 Плюс 15% Снижение урона Не знаю Не знаю Может быть И стоило бы прокачать Но я прокачаю Знака арт Хотя в принципе Я думаю Что это все не нужно Знаки я Скорее всего Дальше прокачивать Не буду Ибо это не интересно Хотя там есть Свои плюшки Но мне хочется Вам продемонстрировать Максимальный урон И я думаю Что в дальнейшем Я сброшу Некие Все свои таланты Перекачаю Геральта заново Это поможет нам Квест Вот как раз таки Связанный С городом Врана В котором я вам Сейчас только что Говорил Который мы Выполняли Еще во второй главе Зайдя Вот в эту Хату Над обрывом Как он называется Я уже сейчас Естественно Не помню Но там будет нас ждать Страж Которого можно убить И получить чешую дракона Как раз таки Та чешуя дракона Которая потребуется Нам для Создания Братобойцевской брони Полного сета Так-то можно конечно Кусками-то ее уже Сделать Сейчас у меня Все для этого Ингредиенты есть Вот Или же Если его не убивать Можно будет Перераспределить Свои таланты Вот Каким именно Воспользоваться Способом Не знаю Повторюсь Повторюсь Если перераспределять Таланты И получать чешую дракона То нам предстоит Не предстоит А придется Выполнять Немного раньше Квест С Филиппой Связанный Эльхард Где она сейчас Я пока не в курсах Какие там происходят события Что-то про нее Молчок пока Она просто С Саски Телепортировалась Как вы все помните В Лок Муины И что сейчас Какие там Расклады Пока не могу Сказать Я не знаю Что с ней происходит И вообще Что этому Вообще Какие предпосылки Этому всему Предшествовали Вот мы И в Лок Муине Это какие-то Предместья Думаю Нам нужны Центральные кварталы Идем Предместья Хм Хорошо Здесь конечно Сейчас начинается Такой интересный Тоже момент Сейчас на нас будут Нападать Новые враги Сразу Сразу Я немножко Забегу Вперед Это Гаргульи И поэтому Я сейчас Выпил Эликсирчиков Да Эликсирчики Нам Как вы помните Все благодаря Прокачке Ветки Алхимии Дают интоксикацию А интоксикация В свою очередь Дает нам Усиление Наших Атак Урона Нашего Наносимого Особенно Когда у вас Заполняется Шкала Адреналина Это та самая Шкала Которая находится Под красной Полоской Нашей жизни С подзначком Молнии Чем она у вас Больше Тем Концентрирование И сильнее Геральт Бьет Вообще Наносит Свои атаки Поэтому Она в принципе И не обязательно Должна быть заполнена При полной Заполненной Шкале Геральт Максимально Силен В разовых Атаках И так же Когда она Максимально Заполненная Шкала Мы с вами Можем делать Добивание В частности Людей По три Человека За счет Четырех Не знаю Не уверен По максимуму Троих Можно добивать А вот и Гаргульи Собственно Охраняют Подступы И прыгают На нас Мне сейчас Получилось Благодаря Именно Шкале Адреналина И Эликсирам В три Удара Собственно Ее завалить Ну Плюс еще Конечно Я В принципе Одет В имбовую Броню Вероломца Вот Ну Она Имбовая Только потому Что На других Уровнях Сложности Ее нету А на момент Выхода Этой игры Ее не было Этой брони Я могу ошибаться Поправьте меня В принципе Еще Вообще Гаргульи Это очень опасный Противник Они сильно Бьют В миле Атаках То есть В рукопашку Они быстро Передвигаются Они Пытаются вам Нанести урон Напрыг на вас Когда они Собственно Появляются То есть Они сверху падают Если вы окажетесь В эпицентре Их приземление То вам По вам Пройдет урон И плюс Ко всему прочему Они еще И взрываются После смерти Что делали Допустим Гнильцы Пиявки В первом Ведьмаке Так Хорошо Здесь есть Место силы Больше Кстати Место силы Я по-моему Даже не повстречаю Ну может Еще повстречаю Но на подступах Клокмуины В процесс Прохождения Снового сюжета И вообще В принципе Сайт квестов По-моему Больше Место силы Таких Бафов Халявных Нам не повстречается Что Жаль Но Не критично Так Ну ладно Друзья мои Продолжаем двигаться Еще одно место силы Что Я нахожу Весьма удивительным И оно Кстати Очень полезно Первое Вот это место силы По-моему С этим Желтым Желтой Трефой Вернее С черной Трефой На желтом Гербе Вот этом Оно По-моему Дает Ускоренное Восстановление Энергии По-моему Я могу ошибаться Я проморгал Сейчас уже Я не буду Из-за этого Перематывать И смотреть Что же он означает Не вникал Но Сам крестик Красненький Я думаю Всем понятно Что он означает Восстановление ХП У нас еще Активна Ласточка Благодаря перкам В ветке Алхимии Сам Тайминг Кулдаун Скажем так У эликсиров Немножечко Увеличился Незначительно Но все равно Приятно По-моему Почти что на минуту Я его бафнул Если еще прокачать По максимуму То там На две минуты Увеличивается Но ошибаться могу Я Поправьте меня Я не утверждаю Ничего Так Ну что ж Очередное Разветвление Я сейчас естественно По всем заколокам Пробегаюсь Собираю Все полезное Потому что нам Пригодятся здесь И деньги И ресурсы Филиппу Скрутили В последний момент Она едва Заклинания Не произнесла Гниет Теперь В риданском Подземелье В особых Кандалах Родавит Прав Что не сацкается С ведьмами Интересно Что с ней Сделают Или Палачу Отдадут Или Скормят Чудищем Говорят Тут В подземельях Полно Всякой Гадости Не знаю За что Ее там Заперли Но У всех Чародеек Совесть Нечиста Истинная Правда Никто По ней Плакать Не будет Подземелье Самое Подходящее Место Для Филиппы Эйхард Лучше Была бы Только Виселица Если Ее Убьют Об исцелении Саски Ты можешь Забыть Думаю Ее Охраняют Как Спальню Императора Мы Туда Не Проберемся К Императору В постель Мне не К спеху А вот В подземелье Войти Придется Попробуй Попасть В канализацию А я Тем временем Найду Дом Эйхард Если Она Не Ожидала Ареста Там Могло Остаться Много Интересного Городская Канализация Разумно Когда То Эти Туннели Связывали Весь Город Теперь После Пожара Часть Переходов Обрушилась Посмотрим Ладно Идем Я Попробую Пробраться К Филиппе А ты Может Найдешь Ее дом Точно В прошлый раз Из ее барахла Мы узнали Много Интересного Вафаэль Гвинблейд Так Ну что ж На этом месте Мы с Йоретом Разделяемся Он отправляется Как вы все слышали В покое Филиппа Эйхард И вообще Собственно Здесь нам Тимирский Отряд Дал понять Что Филиппа Арестована Родовит Ее Заключил В темницу Непонятно Пока На каком Основании Но Это мы Выясним Попозже Тоже Кстати Весьма Интересный Момент И еще Один Интересный Момент Меня все Таки Беспокоит Касательно Саски Исцеление Саски Если Филиппу Казнят Она Это заклятие Наложила На нее И Саски Слушается Филиппу Скажем так Она Ее сознанием Владеет Если Филиппу Убьют То некому Будет владеть Ее сознанием Значит Она должна Будет Автоматически Освободиться От этого Заклятия Правильно Ведь Она же Все таки Привязана Получается Именно К Филиппе Эльхард Благодаря Розе памяти Если Умрет Один из Контактеров Что это Все будет Значит Ну об этом Умалчивает И этого Можно лишь Только догадываться Поэтому Я Никаких Однозначных Выводов Сделать Не могу Только лишь Догадки И предположения Очередные Гаргулии На нас Нападают Это Было Сейчас Весьма Больно Мощный Мутаген Силы Мы Сгребаем С Гаргулий Это Хорошо В будущем Я в следующей серии Наверное Куплю книжечку Касательно Этих Гаргулий Постараемся Узнать о них Побольше И Возможно Это даст нам Дополнительный Какой-то Лут с них Обычно Так и происходит В этой игре Если мы Читаем Информацию К какому-то Монстре С него Может Посыпаться Более Качественный Интересный Лут Так Ну что ж Налево Мы сейчас С вами Не пойдем У нас Тимирский Отряд И нападет Нас И на нас Нас тоже Посадят В тюрьму К Филиппе Элегард Но пока что Я этому Не хочу Способствовать Тут Нас ожидает Нильфгардский Отрядик Состоящий Из пяти Человек Давайте Послушаем Что они Говорят Тоже Интересно Я не верю Что ты убил Фольтеста Я его И не убивал Но Награда Есть Награда Как профессионал Ты должен Меня понять Еще одно Трепло Да Друзья мои Это Очередной Отряд Охотников За наградами Посланный Да Кем-то там Чтобы найти Убийцу Короля И Он Является Практически Самым сложным Но не для нас У меня Все хорошо Сейчас забафано Красиво Я убиваю В репосте Солдата Одного И добиваем Мы уже Групповым добиванием Который Сжирает У нас Всю школу Адреналина Эффектно Так тоже По Ахиллесовски Геральт Напрыгивает И протыкает Сзади Горла Одного И режет Второго Ну в общем Красиво Красиво Это двойное добивание Не тройное А двойное Да Можно было Конечно И на троих Сосредоточиться Но Разнообразие ради Я вам хочу Продемонстрировать И такой Момент Это тоже Смотрится великолепно Так ну что ж Сейчас мы зайдем В одно Интересное местечко Я знал Что мы еще Встретимся Опять ты Зильград Не забывает Унижение Чего ты хочешь В этот раз У тебя Ничего не выйдет Весь Айдирн Узнает Что значит Кулак Зильграда Выходи на бой Это тот самый Зильград Брат Зелькерка Доспехи Которого Кстати Мы с собой носим И с которыми Ничего нельзя сделать Они к нам Прилипли Как Банный лист Но Он решил Нас тут Подстеречь И еще раз Сразиться В кулачном Поединке Который Завершит Квест О кулачных Боях В этой Игре Во второй части По пути Йор Это В общем Даем ему Понять Что он нам Уже Надоел Изрядно Неугомонный Чудной Человек Зильград Зильград А это Они же оба Из Гулета Зильдкирк И Зильград Из Гулеты Откуда Собственный Сам Илета Давайте Поболтаем С ним Слушаю Чародеи Будут счастливы Если вы Подпишите Их договор Только Кто станет Советником В Венгерберге Они хотят Сами назначать Советников Впрочем Не думаю Что Саския На это Пойдет Всякое Может быть Это дело Никому Не позволит Собой Правлять У меня Сердце Радуется Когда я Смотрю Как она Командует Войсками Тем хуже Будет Если кто-нибудь Сумеет Ей манипулировать Не понимаю Это я так Мысли вслух Вы собираетесь Обсуждать Войну С Каэдуэном? Нас Не пустили К Наталису А Радавид Отказал Нам во встрече Это возмутительно А чародеи Говорят Только О своей Системе Советников Но и они Не принимают Нас Серьез Может быть Принц Что-то Придумает Но я Не знаю Пустят Ли его На переговоры Хенсельт Был против Остальные Боятся Ему возражать В результате Де Юре Нас Здесь Вовсе Нет Хенсельт Не может Вмешиваться В ваши Дела А кто Ему Запретит Он Распускает Слухи Будто Принц Хочет Освободить Холопов Страшное Преступление Хуже Может быть Только Нарушение Придворного Этикета Да Интересно Хенсельт Распоясался Совсем То есть Мало того Что он Огреб От нас Верлини Так еще И рот Свою Открывает Но об этом Мы тоже Чуть позже Поговорим Давайте Одолеем Эльфов Да Здесь Мы Сейчас Завершим А нет Еще не Завершим Продвинем Квест Игры в Косте Играйте Хочешь С нами А кто Здесь Еще Играет Двое Магов Только С нами Они Связываться Не Хотят Играют Только С мастерами Но Если Ты Нас Победишь Кто Знает С Удовольствием С Кем Ты Хочешь Сыграть Для начала Нам сейчас Надо будет Обыграть Двоих Этих Эльфов Он Сразу Повышает Сходу Ну Я повторюсь Этот квест Мы еще Не завершаем Мы его Продвигаем Всего лишь Глава Третья Она Не особо Длинная И поэтому Мы В кратчайшие Сроки Друзья Мы завершим С вами Все эти Наши Мелкие Все дела Которые Попадаются Нам Тут и Сям Игра в Кости Борьба на Руках А вот Этот Сам Ой Я проиграть Умудрился Нифига Себе 31 Арен Ну Денег у меня Вроде Предостаточно Попробую Отыграться Давай Давай Отыграемся Я Специально Не стал Вырезать Этот момент Уж Бог с ним Так Что у меня Там Ни хрена Не видно Очень Корявая Здесь Камера Так У меня Уже Кстати Каре Из Пятерок Поэтому Товарищу Особо Делать Нечего Сейчас Мы Поднимем Ставочку И он Сразу Сдается Ладно Ничего страшного Что мы Один разочек Проиграли Хотя бы Вернули Своё Победа Твоя Вот 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 Сейчас Сразимся С Его Картавой Подружкой Эйлая Играем Играем Дорогая Моя Дорогая Парень У тебя Проблема С буквой Р Так Сказали Однажды Моему Другу Который Картавый И он Ошарашенный Просто Ушел Так Что у нас На столе Выпало У меня Две Шестерки И две Двойки Ладно Сейчас Попробуем Очень конечно Маленькая Это вероятность Собрать Фулл Хаус Бросая Одну Кость Ну давайте Попробуем И мне Удаётся Собрать Фулл Хаус И кто же Побеждает Побеждает Естественно Геральт Из Ривии Друзья мои Аплодисменты Аплодисменты Ты выиграл Поздравляю Всё Спасибо за игру Ханопатая Иди В шарфе Ещё в таком Интересно Выглядит Точно Да Я хочу Сначала Сыграй с моим Наставником Он мастер магии Но в игре В Косте Ему до меня Далеко Не вопрос А это вот тот Самый маг С которым Изначально Дорогая Разреши пожалуйста Я слушаю тебя Я бы сыграл В Косте Ну что Играем Давайте 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 Ещё раз Поговори с ним И он тоже Сразу повышает Отчаянно Почему мне нельзя Повышать Когда я хочу Здесь очень какая-то Обрезанная Система Ставок В этих Костях Ничего От меня Не зависит Я может Хочу там По максимуму Выиграть Опять Мне попадается Кстати А мне сейчас Попадается Стритовая Карта Костя Стритовая Может быть Удастся Да Удалось Смотрите Собрать Стрит Просто Везёт Но на самом Деле Мне кажется Игра Подыгрывает С кем Теперь Можно Сыграть Поиграю С моей Ученицей Она Молода Но в игре В кости Уже Стала Мастером Поиграем Сейчас Да Я хочу Сыграть В кости Играем Барышня Озвучивает Которую Актриса Озвучивающая Мэдисон В Хэви Рейне Если мне память Не изменяет Я забываю Как её зовут Эту актрису Ольга Какая-то там Но очень приятный Волос у неё Так Что у нас там Легло У нас легло Две шестёрки Три шестёрки Ну это уже Неплохо Сет из шестёрок Это из самых Старших костей Это Заявка А она даже Сдаётся Она даже Лошара Она даже Не по Ты заслужил Свои деньги С кем ещё Можно поиграть С Локхартом Великолепным Занятное имя Как его найти Он наверняка Возле рынка Ошивается Спасибо Благодарю За благородство Ну что ж Новый этап задания Игра в покер Локмуины Да Обыграли мы Весь местный Колорит Состоящий Из четырёх человек И последний Пятый Остался Собственно В самом Локмуине Но этим Мы займёмся В следующей серии А пока что Нам нужно Добраться До Собственно С самого Локмуина Так Интересно Я залез А нам В принципе Сюда и нужно Сейчас Нас По идее Должны Атаковать Гарпи Да Я слышу Ух уже Не подлетают Келайно У меня У меня уже Эликсиры Кстати Прекратили Своё действие Но Гарпи И по прежнему Неплохо Складываются Есть Ещё Ко всём Прочему Есть Возможность Немножечко Подсобрать Адреналинчику Геральт Заляпан кровью Гарпийской Хотя В принципе Она вроде Хотя хренов Какая у них там Кровь у этих Гарпий Тоже же Существа Все разные Вот У Толки У орков Кровь была Чёрной У всех Остальных Играх У орков Кровь Красная Так Собственно Это город Сам Нам сюда И нужно Тут стоят Стражники Из разных Королевств Нильфгард Редания Тимерию Я пока ещё Не встречал А не встречал Вроне Нам собственно Поведали Что Филиппу Там заточили Но я имею Здесь не встречал Лукмуина Вот И они все К вам Враждебны К ним подходить Не нужно Потому что Они на вас Нападут Если они на вас Нападут И вы там Перебьёте Скажем так Излишнее Количество Стражников На вас Сбегутся Вообще все И арестуют Вас тогда И посадят Рядом С Филиппой Эльхард А этого Нам пока что Не нужно Так Выход отсюда Закрыт Ну Я не знаю Зачем вообще Сюда пришёл Ничего тут такого Так или иначе Нет Посмотрим Сейчас Посмотрим Что здесь Вообще Красивый Город Вранов Этих ящеров Интересно Всё нарисовано Смотрится Правда Я честно Признаюсь Честно признаюсь Это не самая Запоминающаяся Локация Которая Мне попадалась В играх Особенно Про Геральта Ну Если Так скажем Со свежей памятью Смотреть То Она конечно Впечатление Производит И Вспоминается Что-то такое Но Не в деталях Вы мне Сейчас Это Говорите Я С Магичками Не Работаю Я Отказываюсь Что это Тут Драться Что Ль Собрались Капитул Запретил Поединки Ты Не Можешь Просто Так Разорвать Договор У Нас Тоже Есть Обязательства И Ты Уже Получил Часть Денег И Отдавать Не Собираюсь Нечего За мной Ходить Ха-ха-ха Ведьма Геральт Что За Встреча Можно С тобой Поговорить Не Думал Я Что Мы Еще Встретимся По Крайней Мере Не Здесь Лок Муине Страшно Притягательный Город В Том Числе И Для Ученых Мы Тут Затеяли Небольшую Экспедицию И Теперь Подыскиваем Охрану Что У вас За Экспедиция У нас Есть Сведения Что В Лок Муине Находится Мастерская Аэбдейрхенны Нам Нужен Человек С Оружием Защищать Нас От Чудищ В Катакомбах Их Больше Чем Хотелось Бы А Подробности Расскажет Наша Заказчица Чародейка Помните Во Флотзами Вы Дали Мне Эликсир Разумеется Как Продвигается Эксперимент Были Какие Нибудь Побочные Эффекты Как Он Взаимодействует С Другими Веществами Если Запивать Его водкой На языке Волосы Растут А что Дайрхена Делал В этом Городе Все Слышали О его Проклятии Тысячи Джинов Но Мало Кто Знает Что Он Занимался Историей Лок Муине В Особенности Его Интересовал Период Упадков Ранов В Дневниках Он Упоминает Что Оставил Здесь Свои Архивы По Записям Мы Поняли Где Искать Его Лабораторию Аеб Дайрхен Я Диссертацию По нему Писал А чтобы Попасть В мастерскую Надо Пройти Через Катакомбы Как Вашу Чародейку Зовут Боюсь Пока Ты не Решишь К нам Присоединиться Мы Не Откроем Ее Имя В Таком Случа Приятно Было Поболтать Цинтия Ее Зовут Цинтия Я помогу вам Ты не Пожалеешь Откуда Начинаем Мы Нашли Проход К Древней Усыпальнице Где Хранили Чародеев Она Ровно Под Этой Башней Наши Товарищи Уже Ждут Нас Там Ну что Ж Интересные Товарищи Мы их Уже Встречали Во Флот Зами Они Довали Нам Эликсир Который Именно На Ведьмаки Хотели Опробовать Но Ничего Частей Мы Выполним Это Задание Я Пока Правда Не Знаю Что Лучше Сделать Прокачаться Нам Получше Приветствую У тебя Тут Уютно Спасибо Добро Пожаловать В вечный Огонь Вечный Огонь Что Кухня Работает Днем И Ночью Это Совсем Другое Пламя Вечный Огонь Есть Цвет Истины Тепло Братской Любви И Дружбы Только В вечном Огне Только Под этим Знаком Сжигая Ведьм На Костре Брат Тебе Станет Братом Чтоб Ты Подавился Мерзкий Богохульник Понятно Трактирщик Тоже Верующий С ним Болтать Ни о чем Друзья мои На этом я хочу Закончить Сегодняшний Выпуск Серия Была Длинная Но я надеюсь Что информативно И надеюсь Что она вам Понравилась Тыкните Большой Пальчик Вверх И подписывайтесь На канал Скоро Мы с вами Познакомимся Что здесь В этом Блок Муине Происходит С вами был Фариот Всем большое Пока Редактор субтитров